Всем привет, дорогие зрители, с вами Мистер Шпилкес, и мы начинаем прохождение новой игры Invasion 2037. Это экшен-приключения и симулятор выживания. В начале 21 века на Землю прилетели инопланетяне с единственной задачей — истребить человеческую расу. Они распылили вещество, превращающее людей в зомби, и обследуют территории с целью уничтожения выживших. Нам в роли ученого, одного из уцелевших, надлежит обнаружить бункер-укрытие, по пути отбиваясь от толп ходячих мертвецов, и запустить в нем систему очистки воды и воздуха. Ну что ж, друзья, вот такое описание игры от разработчика, смесь зомби-апокалипсиса и нашествие пришельцев. Что ж, посмотрим, так ли интересна игра, как ее описание. На самом деле там масса возможностей, есть транспорт, есть свое убежище, но игра находится в раннем доступе, друзья, это нужно понимать, скорее всего, без багов, каких-то там проблем и так далее не обойдется. Давайте посмотрим на кастомизацию персонажа, что у нас здесь представлено. На самом деле кастомизация элементарная, совершенно. Вот, есть такие очки. Давайте возьмем, интересно, черт побери, я сюда на самом деле не заходил, но вот эти очечи, ну они классные, согласитесь, обалденно смотрится. Возьмем. Дальше, ну, все по стандарту. Свитер. Я не знаю, друзья, честно, не знаю. Нет у меня особых предпочтений по одежде. Давайте, зелененьким он был. Вот такого возьмем, товарищи. В общем, не буду я здесь особо заморачиваться, ничего менять. Мне, в принципе, устраивает прикид нашего, нашего главного героя, нашего ученого, который будет искать бункер, но вы знаете, с такой прической я ученых ни разу не видел, но, видимо, в этой игре это норма. Так, ну что ж, начнем. Попадаем мы с вами вот в такое интересное местечко. Здесь подсказки и все прочее, ну, прям вот так вот где-то на стенах, где-то в воздухе висят, можно почитать. Вот, допустим, одна из подсказок нам говорит о том, что можно переключаться на вид от первого лица и обратно. А вот здесь генератор игра полностью на английском языке, поэтому что-то я понимаю, друзья, что-то вы мне подскажете. В общем, будем разбираться с вами вместе. Понимаете, сейчас наша задача найти маску, противогаз, проще говоря. Я уже немного здесь побегал, и знаете, я, наверное, не стал бы проходить эту игру, но меня очень зацепила атмосферка, друзья. Крутейшая атмосферка. Сейчас мы выйдем на поверхность, и вы оцените. Очень классно. Смотрите, что-то светится еще у нас за дверочкой, да, давайте посмотрим. Но иногда здесь не сразу срабатывает нажатие на клавишу Е, иногда приходится потыкать, как говорится, на нее довольно-таки часто и быстро. Так, я не знаю, это ли будет наша база в будущем, либо мы будем искать какую-то другую, но давайте еще немного здесь все изучим. Лаборатория. Значит, здесь мы, скорее всего, можем что-то изучать, что-то вроде, не знаю, прокачки какой-то, скорее всего, не знаю. Пока только лишь догадка. Что у нас здесь еще есть? Да, бункер, смотрите, и... Сурвайвл. Выживание. То есть это, скорее всего, что-то типа наших перков или наших талантов возможно. Так, дальше. Здесь у нас холодильничек. Холодильничек, из которого можно, видимо, что-то забирать, что-то класть обратно. Меню оружия. У нас пока, к сожалению, ничего нету, но, друзья, мы с вами обязательно что-нибудь найдем. В принципе, картиночка вполне приятная. Почему-то игра определяет настройки графики у меня как максимальные, но на максимальных, друзья, просадки FPS вблизи зданий довольно ощутимы, поэтому я подкорректировал немножечко. Картинка вроде бы в качестве не потеряла, но FPS прибавилось. Так, здесь у нас крафтинг. В принципе, все интуитивно понятно. На самом деле, одна из тех игр, в которую ты, заходя, интуитивно понимаешь, что тебе делать. Смотрите, нам нужно найти фильтр для нашего противогаза. Так, здесь у нас что? То есть в журнал можно заглянуть, и здесь уже либо что-то почитать, либо что-то выбрать в плане задания. Хорошо, но пока, друзья, сколько я поиграл, может быть, минут 20-30, сколько я поиграл, задания здесь пишутся прямо на экране. То есть куда идти, появляется меточка, в общем, все довольно-таки так простенько, но, друзья, со вкусом. Я бы сказал, сейчас вы в этом убедитесь, когда мы попадем на поверхность. Во-первых, звук. Во-вторых, туман, картиночка. Ох, друзья, я вам завидую, потому что первое впечатление у меня уже прошло, но у вас оно только-только начинается. Смотрите. В принципе, очень-очень годно, друзья. Выглядит картинка прям, ну... Я бы сказал, на пятерочку. Атмосферка обалденная. Но сейчас вы ощутите вот ту самую просадочку FPS, когда мы подойдем ближе к этому зданию. Почему-то в зданиях здесь, ну, как-то FPS падает. За счет чего не понимаю, графику я понизил до, в принципе, комфортного... До комфортного состояния нашей видеокарты. Периодически попадается здесь всякая барахлишка. Батареечки почему-то... А, это не батареечка, но батареечки почему-то не подбираются. И чтобы подбирать, нужно практически становиться сверху, ну, того, что ты нашел. Ресурса, либо еще чего-то. Периодически возникает вот такой вот давящий какой-то звук. Непонятно откуда. Первое время он меня прям дико пугал. На самом деле. Так, ну что, смотрим дальше. Давайте быстренько полутаем. А здесь, посмотрите. Труп. Просто труп уже... Уже такой, да, почти, можно сказать, разложившийся. Жесть. Здесь предлагаю все же перейти в вид от первого лица. В настройках почему-то нет изменения сенсы. Это как минимум странно. Кстати, карты, смотрите. Теперь мы можем на карте посмотреть, где мы находимся, да, видимо, вот где. А карта не маленькая. Карта реально не маленькая. Что ж, поизучаем, побегаем, посмотрим. Сенса не меняется, поэтому, друзья, извините заранее. Изображение порой будет, ну, такие финты выдавать. Ха-ха-ха. Я вам не завидую, как, собственно, и сам себе, потому что все это безумно кружит голову. Все происходящее. Смотрите, мы собираем периодически всякое барахло. Что это за барахло, я долго не мог понять. Потому что в инвентаре не появляется. Вот я поднял молоток. Что это за молоток? Где он? А у нас с вами накапливаются вот такие вот всякие, ну, как я не знаю, как даже сказать, группы ресурсов. Возможно. То есть это, скорее всего, нужно для нашей лаборатории, для крафта. Возможно. Потому что, допустим, мы с вами нашли фильтр. Выполнили задание, да? И вроде как все отлично. Нашли кусочек карты. Все остальное, видимо, это крафтовый материал. Мы в этом с вами убедимся. Смотрите. Сумочка. Она относится у нас к хардвэр. Хорошо. Из-за вот этой сенсы от первого лица играть практически нереально. Мы будем играть все время от третьего, но вот в таких вот узких местах, конечно же, будем применять вид от первого лица. Батаречки? Нет, смотрите. Батаречка стала собираться до этого. До этого она у меня не собиралась. Почему-то. Не знаю почему. Рацион. То есть, смотрите. Мы находим яблоки, находим мясо. Куски мяса. Непонятно, почему эти куски до сих пор не пропали. Но, тем не менее. Где-то здесь, по-моему, да. Вот лестница на второй этаж. Давайте поднимемся. Ох, вид от первого лица, друзья. Это не для слабонервных. Плюс передвижение, конечно, у персонажа. Оно такое рывковое какое-то. Смотрите. То есть, постоянно есть какой-то такой эффект. Вот. Вперед-назад. Дергание такого. Ладно. Привыкнем. Потому что, видя от третьего лица, вполне комфортно управляется. Я даже встречал здесь уже местных обитателей. Недружелюбных. И первая встреча, друзья, она прям реально нагоняет жути. Надеюсь, на вас нагонит. Потому что на меня-то нет. Я уже это все прошел. Ну, в смысле, жуть, которая нагоняется. Можно включить, кстати, фонарик. Такую-то клавишу. А, мы фонарик, кстати, еще и не нашли. Ладно. Найдем, включим. Что, по-моему, все. Мы, да, здесь обследовали. Все посмотрели. Но атмосферка у игры, друзья, вообще фантастическая. На самом деле, я бы никакого внимания на нее не обратил бы, на эту игру. Чисто из-за атмосферы. Решил сам посмотреть и вам показать, как говорится. Хорошо. Так. Чертов дом. Выпусти меня. Как выйти из тебя? Вот сюда. Можно пройтись по периметру. Здесь периодически попадаются вот такие вот всякие материалы. Это, в частности, ткань, по-моему. А, он не подбирает. Почему? Потому что у нас с вами не хватает ячеек в инвентаре. Да, а металл подобрал металл, потому что у нас относятся к другим материалам. Но, друзья, сейчас с ячейками проблем у нас не будет. Вот здесь, в багажнике этого автомобиля, лежит увеличение рюкзака. Игра, на самом деле, очень сильно напоминает Miss Survival. На канале есть эта игра. И недавно в Miss Survival вышло довольно крупное обновление. Много завезли туда нового контента. Я все собираюсь, да никак не соберусь ее поснимать заново. Надеюсь, что получится как-нибудь все же поснимать эту игру. Потому что тогда она мне нравилась. Но она была довольно пустоватая. Делать было там нечего. И, друзья, сейчас я вам предлагаю оценить атмосферку и освещение вот в этом сарае. На самом деле, потрясающе, шикарно смотрится. Сейчас мы в него зайдем. Здесь, посмотрите, валяются мертвые животные. Коровы, лошади. Жесть. Ну, атмосферка реально нагнетается. Прям нагнетается. И ты нутром чуешь опасности этого мира. Обалденно. Ну, если бы FPS еще стабильно выдавал бы свои 60. Он на самом деле выдает. Но именно здесь почему-то в стартовой локации какая-то просадка есть. Непонятно. Смотрите, фонарик, да? Да. Хорошо. Активация на H. Надо бы запомнить, потому что... Потому что я переставил эту кнопку. На самом деле, на удобную мне. Так что можно не париться. И система лута, она здесь, конечно, ну такая. То есть нужно прям вплотную подходить к каждой вот этой штуковине. А если ты не попал на нее, не высветилась. Вроде ты подошел вплотную, но не высветилась. Поднять ее ты не сможешь. Вот, друзья. Вот это вам хотел показать. Немножко полутал в начале, но вот сейчас. Просто посмотрите, оцените, насколько круто сделано. Прям не скажешь, что это какой-то инди-проект из раннего доступа. Может быть и не инди, конечно, но я привык, что все, что в раннем доступе, в основном инди. Так, вроде бы мы с вами... А, нет, все, да не все. Мы не были, по-моему, на втором этаже этого амбара. А здесь тоже найдется кое-что. Нам желательно все собирать. Я не знаю, какая здесь будет проблема с ресурсами в итоге. Но давайте мы будем обязательно все обследовать и собирать. Потому что есть шанс найти оружие. И довольно скоро мы с вами найдем уже наше первое оружие. Все, я думаю, можно отсюда отправляться. Уходить. Более нам здесь делать нечего. Возвращаться в нашу лабораторию тоже смысла нет. Внизу у нас, смотрите, есть показатели выносливости, фонарика, брони и запаса, видимо, нашего качества. Точнее, нашего фильтра. Все-таки классно, друзья. Вот прям такой киношный эффект создается. Обалденный. Как-то вот сейчас редко попадаются такие игры, вот где такая густая атмосфера. Причем понятно, что эта атмосфера создана в основном туманом. Но все равно выглядит очень круто. Даже на тех настройках, которые у меня. Так, батареечка плюс один. Отлично. Так, какой-то бутер. Что за бутер? Давайте посмотрим. А, это масло, скорее всего. 25 здоровья. Запоминаем. Запоминаем, что мы с вами собираем и что нам нужно. А, вот смотрите, и металл крафтинг, да? И вот здесь у нас еще с вами есть тоже целая закладка. Причем есть какая-то рука отрезанная. Друзья, вы скоро узнаете, что это за отрезанная рука. Хитрость этого домика в том, что здесь события начнутся после определенных моих действий. Давайте сейчас зайдем внутрь. Соберем все, что здесь плохо лежит. Так, активированный уголь. Хорошо. Смотрите. Монтировочка нашлась. Отлично. Давайте-ка ее достанем на всякий случай. Так, друзья, определенно у нас с вами проблемы. Выходим. Выходим, черт побери, на улицу. Вот они, твари. Вот они где-то сидели все это время. Противные. Прямо реально мурашки от этого звука. Вот такая вот боевочка интересная. Здесь есть какие-то варианты с комбо связанные. То есть можно ударить, потом как-то продолжить, и он уходит на добивание. Вот они, друзья, те самые первые зомби. Иногда затупка с лутом. То есть ты смотришь на лут, но он не подбирается. Отходишь от него, возвращаешься, и уже можно подобрать. Хорошо, давайте дальше изучим этот домик. Но у нас появилась новая меточка. Обязательно все соберем. Так, куриный суп. Хорошо. И отправимся на новую меточку. А нам с вами нужно найти какой-то еды. Короче, в каком-то хранилище. Ну, как-то так. Друзья, какие-то слова я знаю, перевод какие-то нет. В общем, помогайте, если хотите, в комментариях. Буду только рад. Так, давайте посмотрим, как выглядит наш боец. Ну, слушайте, он стимпанк, да? Согласитесь. Кабал. Кабал из Мортал Комбата, друзья. Это он. Это он самый. И практически ему вторую монтировку, и был бы настоящий кабал из Мортал Комбата. И здесь уже, друзья, нужно быть аккуратными. Этот мир все-таки заселен и зомби, и пришельцами. Пришельцев мне не удалось увидеть самому лично. Но, друзья, зомби здесь будут. И не только эти. Я находил здесь зомби, просто периодически бегая по вот этим полям. Так, смотрите-ка. Нет, не получилось. Застелсить не получилось, друзья. Но стелс здесь есть, довольно интересный. Сейчас попробую вам его продемонстрировать. Немножко поближе подманим этого красавца. Вот такие вот добивающие здесь удары у нас, если все сделать правильно. Давай, забираю ручку. Бери его за ручку, как говорится, и пойдем. Значит, смотрите, у нас как минимум два зомби там. Один зомби здесь, и один еще вдалеке. Давайте сейчас попробуем сделать добивающий удар из стелса. Довольно-таки интересно выглядит, друзья, брутально. Практически Mortal Kombat, я бы сказал. Это одновременно... Ой, жесть, братан! Нет-нет-нет, давай, подожди. Давай отбиваться. Это одновременно и смешно, и забавно выглядит. Вот эти вот удары. Снизу какая-то прям какая-то уличная драка получается. А иногда комбо вот можно просто пропустить. То есть нужно в какой-то момент дожать как-то. А можно просто запинать монтировкой. Вот так. А ну-ка, подожди. Подожди, хочу кое-что попробовать. У нас с вами есть удар ногой, да? А ну-ка. Спарта. А? Неожиданно. Спарта, говорю. То есть понятно, что монтировкой, конечно, побыстрее. Потому что ногой так нужно пинать эту тетку. До конца леса. Мне кажется. Ладно, все, завязывай, братан. Давай, хватит издеваться. Она все-таки женщина, несмотря даже на то, что зомби. Поэтому давай повежливее. Вот так. Зачем я собираю вот эти руки? Причем это действительно руки, друзья. Они прямо лежат на земле как руки. Пишется, что это какой-то скин. Ну, кожа в смысле. Не скин, не в том смысле, что... Что-то косметическое, да? Именно кожа. Но выполнено это здесь в виде... Каких-то оторванных, отрубленных или отрезанных рук. До конца непонятно. Спринтить, по-моему, быстрее, чем вот так вот вроде бы нельзя. Потому что если нажать на shift здесь... Через нажатие на shift... Вот так вот у нас происходит бег. Вот так шаг. Смотрите, впереди какой-то... Какой-то форт, но там есть зомби. Беги, братан. Беги, Манси. Манси как про. Жесть. Какие зомби. Какие... Какие чертовые зомби. Ну, убьют же сволочи сейчас. У меня нечем вообще от них отбиться. Черт бы вас побрал. Да какой-то форт каких-то бандитов или выживших, я не знаю. Ну, они сволочи вообще... Жесть, посмотрите. Какая дичь, они меня сейчас убьют. Ешь что-нибудь, братан, быстрее. Как вот это? Есть. Вот так. А, все, да. Понятно. Вау, друзья, вот это да. Я до этого места не доходил. Честно вам говорю. Я не доходил. Я знать не знал, что будет. Короче, запоминаем. Видим колья. Даже и близко не подходим туда. На пушечный выстрел не подходим. Жесть. То есть, подождите. А, это я сохранился? Нет, стоп. Мне так же по-прежнему показывает меточка на какой-то завод. Ну, в смысле на хранилище. А интересно, а ресурсы? Нет, нет, нет. Не так. Давайте посмотрим через инвентарь. Нет, все по нулям. И здесь все по нулям. Да, вы знаете, без оружия в этой игре вообще делать нечего. Хорошо, выходим. Это было очень неожиданно на самом деле. Нет, все же мы облутали, да? Нет, не облутали. Короче, непонятно. Получается. Да ладно, мне лутать все это заново? Да вы шутите, ребят. Подождите, а метка? Найдите новый фильтр. А метка почему-то горит, да? Странно. Ну ладно, давайте попробуем. Попробуем поискать новый фильтр. Ну что-то мне подсказывает, друзья, что нигде он здесь не возьмется просто так. Снова карта. По идее, я сохранялся у этой кровати. То есть, по всем правилам, я должен начать именно, ну, практически с начала. Жесть, здесь вид от первого лица с вот этим управлением и сенсой. Это просто дичь. За это, за это разработчикам надо пальцы откусывать. Как руки вот этим зомби просто отбивать за такое. Потому что вообще нереально. Вот вид от третьего лица абсолютно приятный, классный. Вот это смещение персонажа мне очень нравится в сторону. Создает такой немножко эффект, что ли, присутствия. Я даже не знаю, как сказать. Ну, приятно выглядит. Так, а как мы, собственно, найдем фильтр, если... Если мы здесь уже все облутали, да, получается? Ну, допустим, давайте куда-нибудь отправимся. Хотя... Ммм... Да, вы знаете, вот этот момент, конечно, не очень понятный. А в журнале что у нас? Найдите новый фильтр. Ну, допустим, давайте просто отправимся куда-то в свободное, так скажем, плавание. Может, где-то набредем на какой-то домик. На какое-то строение. Давайте посмотрим, что у нас по пути есть. А, в принципе, смотрите, у нас есть наш труп, да? Он как раз на карте показывается. Это хорошо. Мы сейчас до него добежим, а там в инвентаре, я думаю, и фильтр, и все остальное должно быть. Хотя, как сейчас будем биться, отбиваться, я не знаю. Потому что нет даже монтировки. Значит, просто будем игнорить как-то зомби, пробегать мимо них. Может быть, придется прокрадываться, чтобы они не заметили. Я на всякий случай сейчас осмотрюсь, потому что уже обзор появился хороший. А нам до трупа, в принципе, не так далеко. Мы, можно сказать, практически пришли уже. По идее, эти бойцы должны были перемолотить там всех этих зомби. То есть, они убили меня и должны были, в принципе, по-хорошему расстрелять всю эту честную компанию. Мертвецов. Так, стоп, не подходим туда. Не подходим. Труп мой уже должен быть близко где-то. А, стоп. Стоп, смотрите. Это не труп показывается на карте. Показывается на карте. Жесть, они меня сейчас заново убьют. Твари. Твари проклятые. Они здесь стоят. Представляете, они ждут меня. Так, в общем, друзья. На смерти у меня произошел краш игры. Так что, давайте с вами продолжать. Наверное, мне кажется, что... Нет, я думал, что здесь, может быть, найдется какой-то фильтр. Скрафтить мы тоже ничего не можем, потому что у нас банально нет никаких ресурсов вообще, да? Да. Смотрите, нужен один пластик, одна тряпка и... Активированный уголь. В хранилище тоже ничего нет. Ну, может быть, нам повезет. Мы сейчас это все на поверхности найдем. То, что крашится игра, на самом деле момент неприятный. К этому я не был готов. И это нужно будет учитывать. Она может крашнуться практически в любой момент. Повезло, что она крашнулась именно тогда, когда меня просто убили. То есть, ну, убили и ладно. Крашнулась, перезашел. Игра загружается довольно быстро. Так, ну что, пробуем. Пробуем искать барахлишко. То есть, у нас, да, у нас все по-старому. Но здесь, смотрите. Хорошо. А здесь, смотрите, все на месте. Весь лут на месте. Поэтому мы сейчас, наверное, быстро вот это все дело облутаем. Мы уже помним, где все лежит. Фонарики, ящики. Все это дело забираем быстренько. Может быть, даже фильтр где-то найдем новенький сейчас. То есть, в принципе, можно даже пробегать. Просто постоянно нужно спамить на клавишу Е. И он тогда будет подбирать все, что находит. Но нужно приноровиться к вот этой вот системе. Потому что не всегда срабатывает. Иногда просто пробегает мимо и ничего не берет. Я думаю, что мы сейчас с вами все найдем. Так, туда нельзя залезть. А здесь? Нет, нигде нельзя залезть. Хорошо. Сейчас мы с вами все быстренько найдем. И уже наученные горьким опытом, мы с вами вообще не пойдем в ту сторону. Вот просто вообще не пойдем. А когда мы найдем новый фильтр, да, у нас что? У нас, по идее, появится задание на обследование дома, где была монтировка. Как же игра вот внутри построек тормозит? Совершенно непонятно по какой причине графика. Ну вот давайте я вам просто покажу. Графика стоит даже не на эпиках. Что-то на высоких, что-то выключено вообще. Но при этом игра ощутимо тормозит. Особенно вот рядом со зданиями, со всякими. Неприятно. Вы знаете, у меня сейчас такая мысль появилась, что нужно нам залутаться. И сохраниться. Это будет правильно. Спуститься в бункер и на кровати сохраниться. Так, ну что, пробуем. А давайте попробуем от третьего лица по дому походить. Но это тоже на самом деле удовольствие, не для слабонервных. Здесь камера постоянно вот так вот приближается, отдаляется. И довольно тяжело все рассматривать. Но вы знаете, сложность, да? Посмотрите, уже на старте. Два раза меня убили, два раза растрепали. Так, вот. В Генри, в дом Генри нам нужно сходить. Хорошо. Сейчас мы с вами все это сделаем. Только сохранимся, чтобы потом вот это все не лутать. Потому что я чувствую, что поумирать мне здесь придется приличное количество. Ну, ничего страшного, друзья. Никто не говорил, что будет легко. Все-таки выживание в мире пришельцев, зомби и каких-то чертовых фанатиков, солдатиков. Непонятно совершенно, кто такие. А может быть, это были пришельцы на самом деле. Так, что-то мне подсказывает, что я уже кругами хожу. Хорошо. Все, тогда выходим. В принципе, залутались мы с вами достаточно. Так, 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 что-то еще. Теоретически, я могу сходить сейчас в свой же бункер. Я ни разу на самом деле это не пробовал. Но, по идее, должен вернуться назад. В комментариях напишите, интересно вам эта игра понравилась или нет. И мы с вами уже тогда, исходя из этого, будем думать, будем ли мы дальше проходить ее или нет. Вроде пока не выглядит она слишком сырой. Абсолютно нормальная игра. Так, сейв, комплит. Отлично, все. Вот сейчас можно отправляться. Но, с другой стороны, давайте посмотрим, а что нам, собственно, нужно. Может быть, что-то выложить? Ладно. Ладно, если что, мы в любом же случае отсюда начинаем, правильно, да? Так что, особо не важно. Ну что? Еще раз делаем все красиво. Но уже будем обходить этот чертов форт какой-то. Непонятный. Совершенно непонятное строение. Так, сейчас у нас включится скрипт по появлению двух зомби. А может быть, они не появляются. Может быть, они лежат здесь где-то. И просто слышат, как я пришел. В какой-то момент встают. Пытаются меня скушать. Да, все-таки, смотрите, нужно еще ждать анимацию поднятия предмета. То есть, не просто... Не просто пробежать и прокликать, а еще ждать поднятия предмета самого. Ну что, сразимся? Сразимся, твари поганые. Так, в принципе, если приноровиться к вот этому... К вот этой боевке, то не так уж все и сложно здесь выглядит. Так, давайте все соберем. Кстати, заметили звук появления монтировки? Напишите в комментариях, какую игру напомнил вам этот звук появления монтировки, друзья. Я уже, в принципе, даже дал вам подсказку небольшую. Хорошо. Теперь нам нужно с вами попасть... На меточку. Только давайте, наверное, пойдем низом. Есть человеческая дорога. Интересно, дорога... А куда нам надо хоть примерно? Ну да, слушайте, наверное, нам сюда и нужно. Только давайте мы с вами вот такой вот ориентир возьмем. Вот в эту сторону сперва. Но зуб я положил на тех солдатиков. Я им обязательно там щукадом не прощу такого отношения. Причем долгят без разбора вообще. Свой, чужой, неважно. Нас залили со всех стволов. Причем их там очень много. И видите, смерть, да, здесь по сути перманентная. То есть умер, все. И начинай либо с сохранения, либо сначала. Как хочешь. С одной стороны вроде... Вроде правильная, да? А с другой стороны, понимаете, вот каждый раз вот это переигрывать. Вот так вот нарвался здесь в этом чертовом тумане на какой-то отряд солдат. И все, и будешь переигрывать заново. А сохранение здесь, как я понимаю, роскоши. И так-то просто здесь еще и найти его. Это сохранение. Так, ну пока все спокойно. Интересно, можно как-то на быстрое... Ах, устал. Устал наш персонаж. Посмотрите, полностью у него выносливость. А, то есть мы можем пройти шагом, и она восстановится. Ну хотя бы так. Тоже хорошо. Интересно, запас фильтра в минутах? Или в каких-то игровых минутах? Потому что игровое время, как правило, идет быстрее, чем реальное. Так, ну пока все спокойно. Смотрите, довольно-таки далеко продвинулись. Интересно, а как-то по-другому сохраниться, вот кроме как на кровати, можно? Нет, можно удалить сохранение. Жесть. Причем эта кнопка, она не подтверждает там ничего. То есть ты случайно, даже если на нее нажмешь, то твое сохранение тут же удаляется. Радостно пишется надпись. Сохранение удалено успешно, там и все такое. Даже если ты просто случайно эту кнопку зажал, как-то задел там мышкой. Поэтому лучше вообще ничему не трогать. Так, тихо, тихо. Воу, 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 воу. Ребятушки, вы что? Вы что? Почему вас так много? Я не справлюсь. Сдурели, что ли? Так, крекеры. Слушайте, они не то чтобы напирают, но подгребают так постепенно. Багажник не открывается, да? Или открывается, что-то я не могу понять. Нет, не открывается. Смотрите, мы отманили достаточно их, да? От той большой машины. Давайте посмотрим, что там. Может, там что-то интересное есть. Потому что машина похожа на военную. Может быть, найдется какое-нибудь оружие. Нет, это просто лесовоз большой. А вот там что-то есть еще. Давайте туда сходим, посмотрим. Я понимаю, что нам по-хорошему нужна наметка, но, друзья, интересно. Интересно пока здесь все поизучать, порассматривать, пощупать и потрогать, как говорится. Так, а здесь была авария, да? Но смотрите, какая у нас проблема. Нет, проблем в принципе нет. Хотел сказать, что зомби идут. Нет, не идут, но выносливость у нас с вами кончается. Поэтому давайте какое-то время сейчас пройдемся шагом до нашей меточки, куда запланировал я сходить. Там какой-то домик был на карте нарисован. Сражаться с ними, я думаю, что особого смысла нет. Возможно, потом, когда нам нужно будет фармить их кожу, их руки там. Я не знаю, что это такое и знать не хочу, если честно. Возможно, потом мы с вами будем сражаться с ними. Сейчас нет, пока воздержимся, потому что там реально можно огрести. Хорошо, погнали. Выносливость заполнилась. Ну, друзья, вот просто оцените вот эту атмосферку. Реально классная, реально крутая атмосферка. Я, честно говоря, даже не припомню игр, чтобы так классно картинка сочеталась со звуком. И звук периодически такой прям реально давящий. Прям создается ощущение опасности. Воу! Друзья, посмотрите-ка. Так, мы с вами находимся в России, получается. Ну, домик-то явно... Явно с отголосками, да? Русской архитектуры. Интересно. А найдется здесь, интересно, что-нибудь помощнее монтировки. Например, дедовский бердан. Я бы не прочь. Нет, только трупы. И все получается, да? Второго этажа здесь, как я понимаю, нет. Ну, что ж, выходим тогда. Идем дальше на меточку на нашу. Слушайте, как будто в деревню приехал. А, вот смотрите, чердак-то есть, что интересно. А, ну давайте обойдем просто ради интереса по кругу. Может, где-то какая-то лесенка есть на чердак? Нет. А точно на чердак нет никакой лестницы? Нигде? Ну, не знаю. Ладно. Неплохо бы найти сохранение, а то как-то получается серия скоро подойдет к концу. Мы с вами проделали, ну, уже такой внушительный путь, судя по тому, как здесь сложно. Хорошо бы сейчас где-нибудь сохраниться. Периодически нужно вот так вот осматривать окрестности, потому что сорвется сейчас какая-нибудь банда мертвецов. Как на дороге было. Нужно будет смотреть уже, как действовать дальше. Так. Вот и ты, да? Полный баг, пожалуйста. Хорошо. Давайте потихонечку будем отманивать подальше. Потому что там есть варианты по стелсу. Слушайте, а зомби забавно прорисованы, если честно. Прям довольно-таки классно, довольно-таки страшно. Особенно вот этот. А ну, личка-то покажи. Да. Реально шутковато выглядит. Так, смотрите. Ну, их много, но мы кого-нибудь попробуем сейчас вырубить по стелсу. Хотя бы одного кого-нибудь. Ой, друзья, это жесть на самом деле. Стелс. Стелс это что-то. Почему-то вроде и улыбку вызывает. В то же время, хорошо, что он вообще есть. Такое здесь, да, добивание по стелсу. В смысле, что за звук? Кто сигналит? Я понял. Сигнал появляется, когда я нажимаю, ну, как-то слишком часто или много. Ну, я сперва прям вообще немножко трыхнул. Я уж думал, что музыка заиграла какая-то сверхтревожная. Сейчас начнется что-то из ряда вон. Так, хорошо. Вроде мы с вами справились со всеми. Давайте соберем лут. Поищем. Может быть, получится где-то сохраниться, например. Звук вот этот мне не нравится. В прошлый раз этот звук привел двух зомби. Так, все вроде бы подобрал, да? Ну, слушайте, здесь немало было лута на самом деле. А вот еще кое-что есть. А, что со здоровьем? Давайте, наверное, пополним боезапас. Хотел сказать. Давайте, наверное, что-нибудь скушаем. 25 здоровья, да? Получается 91. Ну, сгодится на первое время. Так, револьвер. Да ладно, серьезно? В смысле пистолет? Какие-то мины, кстати, у нас будут. Нет, всего лишь патроны для револьвера я нашел. Слушайте, так может быть, сейчас на мое оружие попадется где-нибудь здесь, где-нибудь рядом? Было бы неплохо. Мина. Вот она. Интересно. Активация на Т. Ну, смотрите, теоретически можно... Оу. И главный приз. Автомобиль! Теоретически, друзья, можно вот прям в ту братью зомби поставить мину, мне кажется. Может быть, не все, но часть какая-то точно подорвется. Так, хорошо. Оружия нет, оружия не получилось найти. Доставай хоть монтировку, что ли. С ней как-то спокойнее. Смотрим. Автомобиль, да? 80 процентов. Ну, это, видимо, его состояние. А здесь у нас 43 процента бензин. Ну, так как нам больше идти некуда... А, нам, смотрите, в ту сторону, да? Появилась меточка у нас. Нам нужно попасть в школу. Так. N, gear. А, control нажмите, да? Чтобы завести. Хорошо. Оу, друзья, вот это класс. Свой автомобиль, обалденно. Так, здесь вроде бы ничего интересного. Поехали дальше. Жесть. Давить или перебить? Давайте попробуем перебить. Раздавить всегда успеем, но боюсь попортить автомобиль. Но, смотрите, даже во время вот этого комбо, да? Все равно они меня бьют. Нужно не заиграться, на самом деле, и следить за здоровьем. Давайте обследуем, что здесь интересного. Молоток. Почему нельзя вот эти ящики открыть? Там наверняка куча полезных вещей. Смотрите, а это Уралы, друзья. Настоящие Уралы. А здесь немножко пластика. Хм. Ну, вот, судя по карте, вот эти значки очень похожи на значки американских карт всяких там и так далее. Тем более, у нас Юниан Хилл Кантри. Что-то такое, да? Но, тем не менее, здесь русская техника, русские дома. Довольно интересно вот это все сделано. 80%. То есть машинка потихонечку портится. Даже просто от обычной езды. Ну, извините. Вы появились из воздуха. Я вас не заметил. Оу, друзья. Вот здесь уже может быть что-то вкусное. Давайте проверять. Два военных хаммера. Я машину не заглушил. Скорее, скорее, братан, скорее. Ох уж эти заморочки с заглушением и так далее. Жесть, друзья. Зомби-ребенок. Какая жесть. Хотя зачем нам, собственно, зомби? Да, мы и так можем посмотреть. Так, смотрите. Очень много мин. Давайте мы попробуем поставить этим ребятам мину. Просто посмотрим, что будет. Они идут довольно-таки плотненькой компанией. Шикарно. Шикарно, друзья. Вот это да. Трех сразу. На, сдуло. Только ручки остались. Неплохо. Так, двое военных. Причем насмерть, да. Насмерть загрызаны. Или зомби, или кем-то еще. А почему на хаммере нельзя поехать? Он не выглядит поломанным. Так, ну что ж, отправляемся дальше. Тачка, посмотрите, да, да. Прям съехала, как будто с какого-то боевика крутого. Где гоняют на тачках с пулеметами и расстреливают друг друга. Смертельная гонка, по-моему, да, назывался такой. Назывался такой фильм. Недавно был. Года 3-4-5 назад. Оу. Слушайте, вот это-то танк, друзья. Не, ну рассмотреть. Рассмотреть, конечно. Обязательно. Не, ну круто, круто. Посмотрите, реально огромный танк. А можно? Пустите. Пустите меня внутрь. Я умею. Я в танке 7 тысяч боев накатал. Я могу. А мы, собственно, прибыли на место, да? Ну что ж, давайте с вами сейчас подъедем поближе. И попробуем поискать место сохранения. Я думаю, что здесь оно должно быть. Зомби. Ладно, с ними мы разберемся быстро, я думаю. Начнем с этого. Четыре, друзья, опасных. Не-не-не-не, беги, беги, друг. Нет. Беги. Знаете, наверное, давайте мы вот так сделаем. Мне кажется, так будет гораздо проще. Нет. Так не проще. Так вообще не проще. Посмотрите, их тут толпень какая. Жесть. И что делать? Ну, машиной давить не очень хочется. А ну, полицейская машина. Револьвер, друзья, класс. Ну все, молитесь, гады. Просто молитесь. Патронов куча. Всех сейчас в расход. Доставай, черт тебя, дери. Доставай, револьвер. Ты что? А как револьвер достать? Нет, вы знаете, это жесть на самом деле. Давайте отбежим немножко. Потому что он есть, но ни на один из слотов он не достается. И даже так не достается. Так, а ну быстренько. Нет, не то. Смотрим. Виапун меню. Ммм, смотрите, эквип, да? Вопрос, как его достать. Вопрос остается открытым. Сейчас залезем на танк и будем разбираться. Надеюсь, зомби меня на танки не достанут. А так. Нет, это бьет ногой. Не-не-не, беги, беги, ты что, сдурел? Ой, жесть, нет, здесь невозможно стоять. Под этими звуками невозможно стоять и нереально. Хорошо, давайте спрячемся в школе. Совершенно непонятно, как достается оружие. Вот интуитивно непонятно, понимаете? То есть, некоторые действия здесь как-то нормальные, абсолютно понятны. Там на входе зомби. Остальные бегут за мной, сволочи, да? Жесть. Ну, может быть, попробуем как-то от них спрятаться здесь, в закоулках этой школы. Тем более, здесь довольно много входов-выходов всяких разных. Ну, подбери ты банку, чертову. Кстати, давайте-ка мы с вами, наверное, что-нибудь слушаем. Вы знаете, сейчас у нас будут проблемы, большие проблемы. Нужно выходить, срочно. Срочно выходить. А ну, в управлении загляну, где там достать оружие? Тап, нет, нет, нет. А, вот, смотрите, на кью. На кью. Ох, гады, молитесь. Когда я попаду кому-нибудь в голову, вам будет плохо. Какая жесть. Как он машет своей головой, в нее вообще нереально попасть. Смотрите, голова ходуном ходит со стороны в сторону. Плевать. Плевать все равно вас всех, всех перестреляют. Да, смысл такой, что реально нужно подпускать как нужно ближе. Иначе банальный перевод патронов. Подпускаешь близко. Да. Вот этот рандом у них на голове. То есть она машет в одну сторону, потом раз и резко в другую. И вроде бы довольно удобно целиться, но все равно как-то промахиваешься. Даже с близкого расстояния. В то же время в тело нет смысла стрелять, потому что, скорее всего, с одного выстрела не убьешь. Да где ты там пищишь? Выходи уже сюда. Разберемся с тобой. Так, непонятно. Ладно, плевать. То есть здесь нужно оружие менять на клавишу Q между собой. То есть здесь нет привычной системы, как, допустим, в других играх оружие стоит на слотах. Здесь нужно менять его периодически. Именно на клавишу Q. Ну, патрончиков я растрепал приличное количество. Ладно, ничего страшного. Хочется все посмотреть. И стрельбу, и взрывы мин. Вообще все хочется посмотреть. Жесть. Как специально первый раз голова не попадается. Ну, мне кажется, это всего лишь дело тренировки. Со временем, я думаю, будешь попадать спокойно в голову. Так, квест завершен. Отлично. Так, смотрите, у нас две минуты осталось. Давайте-ка зарядим новый фильтр. А, и вы знаете, нам бы желательно найти место сохранения. Потому что... Потому что уже время серии поджимает. Нам нужно закругляться потихонечку. В принципе, игра, ну, пока интересная. Атмосферка подкупает. Вот есть минусы, конечно, всякие разные. Но атмосферка, друзья, подкупает. Приятная, классная. Крутая атмосферка. Я думаю, что можно, наверное, посмотреть еще сколько-то контента, сколько есть в этой игре. Да, ресурсов, на самом деле, туча налутана. Не хочется вообще ничего потерять. Здесь есть куда-то вход-выход? Только туда. Но я оттуда пришел, да, получается, да. Я все надеюсь, что, может быть, здесь какая-то кровать где-то найдется, например. Было бы неплохо, если бы сохранения здесь работали как-то, ну, как чекпоинты, допустим. Вот выполнил задание, получил сохранение, например. Потому что если меня сейчас убьют... Или что-нибудь случится, будет очень обидно переигрывать нам с самого начала из бункера, друзья. Согласитесь, будет действительно неприятно. Друг, ты зачем пришел? Ты не видишь, перемена. Все гуляют на улице. Ты чего пришел? Иди гуляй. Так, ну что ж, ладно, друзья. На эту серию нам с вами хватит впечатлений. В принципе, довольно-таки много поиграли. Посмотрели здесь и боевку, и стрельбу, и взрывы, и зомби, и каких-то солдат. Единственное, что мы с вами не видели тех самых пришельцев. Но я думаю, что все еще впереди у нас с вами. Я постараюсь как-то поискать здесь какое-то место сохранения. Может быть, постараюсь дойти на новую метку, если по пути ничего интересного у меня не произойдет. Надеюсь, что не произойдет, чтобы все интересное у нас происходило вместе с вами. И в следующей серии мы с вами продолжим изучение этого мира. Посмотрим здесь, что еще осталось не увиденным первой серии этого прохождения. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. В комментарии обязательно пишите ваше мнение, советы, предложения и пожелания. И увидимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok